всем привет дорогие друзья меня зовут дмитрий мы сегодня с тобой продолжаем играть поста сюжетная линия у нас с тобой напоминает напоминает у меня уникальный контент на канале в том плане то что мы проходим свой только сюжет вот именно сюжетники там заточки проточки я ничего не показываю там некие рейды просто именно сюжет у нас с тобой глазар ну то есть фейтон мы попали в глазар с тобой вот грузился и так что тебе было нужно у разлома мы с виолей пытались остановить днем на допустим то прислал тебя фейтон и с какой целью я здесь по своей воле в поисках ковчега весьма неожиданно отпустите нашего гостя пусть идет на все четыре стороны интересно только сказали про ковчег что просто возьмем и отпустим приказы гранд мастера не обсуждаются интерес только сказал про ковчег сразу иди на все четыре стороны убирайся из фейтона если жизнь дорога в это помолчит арыт на меня кто-то такой чтобы на меня рать я между прочим им прочим амана знаю трущобская такая у них жизнь конечно пойдем побегом здесь по этим рпт пашка очень горим побед по одну сейчас тут откроем было тут кубе новое лицо у нас к лазаре но и доспехи у вас так блестят что аж глаза слезятся чудо да и только только вы бы постереглись очень уж выделяетесь на общем фоне здесь чужаков не особо жалуют так что поглядывайте по сторонам и не суетесь темные переулки от греха подальше советую вам остановиться в черном соколе и да там правда дрен дрянная да и обслуживание так себе зато хозяйка совесты дружбу водит там вас точно не то тронуть не посмеет это где это куда это где это куда этот смотри нет и клипает они смотри-ка вроде есть под это оптимизация получше стало то я помню вообще здесь ужасный оптимизация была сейчас мы пробежим с тобой круглями я помню прям ужасно здесь была хреновая вроде бы получше там жаловались жаловались игроки это было так куда ого народу а че здесь все делают че здесь еще то происходит хочу как много народу все-таки разноцветные да посмотри и динозаврики то и макокки то и все-таки блестящие то ну конечно ласт арк не поспоришь графон конечно здесь ребят шикарно вот эти эффекты конечно да все-таки прокачан вот чё этот чувак здесь делает 1495 гс это прокачанная да и выглядят дальше какую сами знаете как то я польщина что столь важный гость почти визитом мое скромное заведение птички нашептали что вы уже успели познакомиться с грандмастером не каждый узник а вес ты может этим похвастаться считайте что легко отделались попали вы в подземелье храма разговор был был бы совсем иным попали было подземелья храма под разговор был бы совсем иным ну да не да нет но но да не будем об этом чего желаете выпить отобедать переночевать я ищу ковчег а вы прямо с места в карьер не любите ходить вокруг да около странно что вам вам пришло в голову искать ковчегная на этой со всеми за всеми забытой земле но дело ваше попробуйте а пусть кто-нибудь поможет выйти на свет начните с харлана вон он за соседним столиком харлан раньше работал на авесту изрядно поколесил по миру ему много известно вопрос вопрос лишь в том захочет ли он с вами этим делиться у тебя справки много интересного узнал а знаешь что люди говорят где волген play там и демоны ты будто притягиваешь их себе на самом деле нет так что так что же привело фейтон великого искателя у нас тут что-то намечается расскажи рассказать о поисках ковчега смешно будь здесь ковчег мы бы жили не хуже чем в архенделе советую не тратить время зря отправиться на другой материк я многие земли повидал так что знаю о чем говорю спрашиваешь что дрон делал вдали от дома я был агентом а весты моя работа заключалась в сборе информации а веста всегда должна быть в курсе того что происходит за пределами фейтона потом сайка отозвал меня обратно я вернулся в колозар и ушел в отставку вот такая вот история а все остальное засекречено не обессудь понял понял то что нифига не понял так это ты ищешь ковчег уже наслышан скажу прямо не путайся у нас под ногами не отвлекай людей от дела нам сейчас не до тебя давай гляди откроется новый разлом другое время я бы может и поболтал о ковчеге с да и других преданиях старины глубокой но это неподходящий момент спросить о разломах с некоторых пор разломы появляются как грибы после дождя каждый из них несет дерроном смерть те кто удачливее просто гибнут от зубов и когтей но так везет не всем многие теряют над собой контроль и превращаются в демонов демонов с которыми мы сражаемся и некоторых так ненавидим хотя чего я тут распинаюсь чужаку никогда не понять какая ноша лежит на каждом из нас с рождения в городе только тебе и говорят ищешь ковчег не думаю что здесь тебе улыбнется удача но если он здесь то никто кроме а весты тебе помочь не сможет ну разузнать об а вести давай а веста это орден который возглавляет гранд-мастер сайка живая легенда и старейший из дерронов говорят что именно благодаря ему деррона не были полностью истреблены шакрии и сумели найти пристанище в фейтоне тогда же появилась я веста которая с тех самых пор вершит судьбу нашего народа и сражается с врагами внешними и внутренними сайка убеждена что деррона обязана сдерживать тьму внутри себя и ни при каких обстоятельствах не должны пользоваться силой хаоса сейчас а веста расследует причины появления разломов фейтоне не удивлюсь если сайка что-то знает о ковчеге обратись к марли когда решишь вступить в отряды а весты у марли свои люди в ордене так что имей ввиду с ней лучше не ссориться я не ослышалась вы хотите вступить в а весту ну типа да только что только что чудом избежали неприятностей хотите снова испытать свою судьбу повеста есть то что мне нужно что же кодекс то весты не запрещает чужакам вступать в орден правда доселе никто не вы не выражал такого желания но за время нашего знакомства я уже поняла что вы особый случай вам придется заручиться поддержкой пяти действующих агентов и выполнить несколько заданий но для начала вы должны своими глазами увидеть что значит состоять во вести и смотреть в глаза опасности каждый миг своего существования поговорите с хранительницей огня в крематории и поймете о чем я говорю крематорий по-моему идет здесь рядом их я помню я выполнял когда прокачку этого делал репутации да я крематорий здесь когда я бегал помню качалку репутацию дебильную бегал каждый день вот здесь вот прыгал каждый день брюхом ударился камень мне было больно но я терпел пойдем по правой стороне что стоящий мужики ходит на право рада нашей встречи искатель надо где когда верховный демон был повержен тима не исчезла без следа осколки демонической красной луны и пали на благодатную почву эти осколки источник силы дэронов и их величайшее проклятие нам суждено нести эту ношу всю жизнь понятненько если дэрон позволяет хаосу захватить свой разум для него остается лишь два пути сильные духом добровольно выбирают смерть иные же погибают от рук бойцов овесты здесь мы отдаем последнюю дань погибшим отправляя их осколки в вечное пламя которое поддерживают хранительницы огня здесь души падших могут очиститься от темной скверны и обрести покой придавать огню осколки друзей и любимых наш долг и наша обязанность но я знаю что вы здесь не за этим вам нужен ковчег искренне надеюсь что поиски увенчаются успехом противостояние с надвигающейся тьмой нам понадобится все силы какие мы сможем собрать фу с вами все в порядке я очень беспокоился вы действительно хотите вступить в овесту вот уж не ожидал что вы захотите иметь с нами дело после неприятностей в бареломном лесу простите что не помог все произошло так быстро хорошо что хорошо что всем прояснилось и никто серьезно не пострадал чтобы вашу кандидатуру уже смотрел град мастер сайка нужно пять голосов считайте что первый у вас уже есть говорится скальдо скальдором скальдором в храме его голос самый важный кальдор правая рука сайки лучшего и навеста заслужить его уважение тогда и все остальные вас поверят а в храме смысле в храме а где он лишь не зря мы тпшки открываем чтобы не бегать здесь кругами раз туда раз экономим время тайминги ребят проходим игру под таймингом проходим игру под таймингом а где он вступить в овесту ты понятия не имеешь о чем просишь наша организация не какая-то почетная гильдия которых так много у вас на большой земле каждый из нас посвящает жизнь защите своего народа и далеко не всегда наши руки при этом остаются чистыми хватит ли хватит ли у тебя духа отправить людей на смерть не дрогнет ли рука когда потребуется сразить друга ставшего демном ступая в ревущий лес хорошо подумай нужно ли тебе все это заодно и виоле поможешь ну могло быть и хуже кальдер за словом карман не лезет но за это его и уважают по крайней мере он не сказал что против вашей кандидатуры поэтому все шансы есть в ревущем лесу мы добываем провизию которую потом доставляем в колозар и ближайшие поселения свое время мы при нам прям мне пришлось там немало поработать не самое увлекательное занятие но дисциплинирует будь здоров людей сейчас не хватает многих агентов отправили за пределы фейтона д патрули пришлось усилить из-за разломов ладно идемте покажу вам что да как и как нам выйти че говоря как нам пройти в ревущий лес дальше мы делаем зачем мы сделаем мы сделаем так сделаем вот так не больше нравится так а дерево щелез внизу ну как говорится а внизу так внизу хрена у нее здесь прохода до тут там пройдет там сверни почему через верх нельзя непонятно не самое приятное местечко да я здесь несколько месяцев кого это единственная область фейтоне где можно найти чем поживиться только сразу предупреждаю и да здесь отчаянно сопротивляется да и к тому же еще весьма ядовито без специальной обработки так что десять раз подумайте прежде чем трогать или пробовать на вкус ну побежали попробуем на вкус здесь три ты пешку да что значит вы от кальдера проходите по твою ответственность виоле врать не буду лишние руки нам сейчас не помешают нужно заготовить продовольствие пока не хлынули дожди добудьте мясо отнесите его на фортпост только осторожно неподалеку видели падших чертовы разломы открываются быстрее чем успеем реагировать вот все таки доброе сердце от алиса она нам поручила самую легкую работу плевое дело по сравнению с вылазками в логово ваконды и уничтожением отступников чаще всего мы охотимся на тягуму мясо в них много хотя запашок прямо скажем так себе понятно пошли берегитесь я дать игру мы с ним шутки плохи понял понял я пти гумбы мы это тягумба ты да действительно ки гумба ты помрешь на мальчат а много уже выполнили нам на выглядят они тоже как скверно знаете эти гумба гид полу древесники взгляните ка это лекарственная зорька помните мы использовали чтобы помочь жрецам она абсорбирует все вредные вещества поэтому особенно полезно на болотах где волей-неволей приходится вдыхать ядовитые миазмы но ее можно использовать и в других целях давайте соберем побольше зорьки а потом сразу на фортпост окей собираем смотрите вон там сразу несколько кустов все на фортпост вошли о господи как далеко то каким-то мы прямо этими громадными шагами передвигаемся все равно далеко там только тут только мы сейчас все так как пробежим хотя другой стороны хорошо быстрее пройдем быстрее пойдем в попуани к девчонкам а там девчонки такие такие там ты что ну вот ну вот эй виоли это кто новый работник лучше новый друг а с почином из вас выйдет отличный охотник я принес воды теперь на сутки замаринуем мясо в травах потом уберем сухое место добавим пряности чтобы избавиться от запаха и всего через двое сутка мы будем готовы к употреблению вот такой у нас рецепт приготовления мясом фейтоне здорово да ну звучит аппетитно ну а я о чем подождите вот попробуйте сами вообще будете в восторге ладно пора за дело колозар только и выжидает и выживает за счет этого мяса очень важно что вы поставите поставки не прекращались в городе есть кое-какие запасы но долго и надолго их не хватит можно сказать что это жизненная важная миссия сперва замаринуем мясо попробуйте это совсем несложно обработать мясо с помощью трав мясо по-деронски мы кулинарием теперь нужно вымочить мясо в воде так а зачем обрабатывать в пряности а потом вымачивать она же пряности свой вон там уже готовое мясо отнесете на склад вроде сначала надо обработать в воде а потом пряностями обмазать потому что если сжал пряностями обработаешь а потом чего стоите тащите и куда подевалась группа которая отправилась в топе они давно должны были вернуться а это вы за мясом за мясо спасибо в этом месяце еще совсем мало и его совсем мало тегумы словно взбесились даже друг дружку жрать начали еще и людей не хватает чуть ли не половину гарнизона к разлому перебросили некоторого не к некому даже отнести провизию на фортпост предоставьте это мне делать нечего нужно помочь киллари я разберусь провизия вы ступайте к форпосту встретимся там окей смотрите что у меня есть бежали к форпосту хватит толпиться ждите своей очереди давай откроем к форпосту сразу откроем так давно я не видел такого столпотворения это разлома виноваты можете собрать плоды красного нагорника только пробовать их не вздумайте никакая лекарственная зорька не спасет понял а чё это такое зачем тогда ее собираю типа я в какой-то или чё или из него противояди может делать кто это пожаловал подойди ближе мои глаза видят уже не так хорошо как 30 лет назад а так это ты хочешь принести клятву о вести новости из колозара приходят быстро думаешь сдюжишь об этом многие мечтают воображают что непременно станут героями а о том что не всем это дано вы задумываетесь о том что не все смогут справиться с тьмой нет конечно не думаете о чем это я молодые вот скажи ты сможешь принять яд если потребуется а это еще зачем тот паренек как его Виоле он тебе не объяснил для чего нужны плоды нагорника так я и думал они содержат смертельный яд который и аргуса свалит за минуту помогает уйти из жизни быстро и безболезненно если хаос поглотит твой разум а такая судьба ждет каждого третьего если не каждого второго или если в плен попадешь что тоже в нашем деле случается быть во вести значит всегда быть готовым к смерти эти люди внизу тоже из-за весты? о нет эти не приходили ко мне и не говорили зорох я хочу стать героем для простых даронов для простых даронов община там в низине видишь виселицы виселицы не могут покидать ее что? выселенцы какие? выселенцы не могут покидать ее неважно кто у них остался в колозаре родители, дети и любимые так и доживают свой век кому-то удается продержаться дольше кто-то сдается сразу смекаешься теперь? зачем нужен я? тогда ступай и приготовь его тебе этот навык еще пригодится в общем у них здесь это между жизнью и смерть в общем жестко у них короче вот так вот все жестко я больше не могу ждать я чувствую что внутри меня бездна она говорит со мной зовет меня пусть эти мучения закончатся дайте мне яд прошу в общем те кто не справляются когда получите яд спускайтесь в деревню в общем они получают яд кто не справляется с этим безумием своим с тьмой внутри им просто дают яд и они умирают ну что поубавилось впрыти не так то просто обречь кого-то на смерть я никогда не забуду как получил свою капсулу с ядом поклялся что воспользуюсь ей когда придет мое время как видишь судьба распределилась иначе я предал вечному пламени своих друзей и близких а сам продолжаю нести службу здесь на этом богом забытом форпосте вот что ждет тебя во вести одиночество боль и пустота они примут тебя с распорастертыми объятиями ладно не слушай старческую болтовню может у тебя все сложится иначе сходи лучше в общину посмотри на ее своими глазами встречишь по дороге падших ликвидируй осколки отдашь черному хейлу он стоит на раздаче провизии его хмурую рожу ни с чем не спутаешь понял собрать осколки хаос пойдем падших соберем так сказать ну как не совсем они падшие они как бы те кто сдались но а значит что надо купить я хотел сейчас заскочим хватит толпиться ждите на зелье на зелье что я могу купить вот эти по 20000 а то у меня вот эти вот какие то стоят там по 7000 или по чё или по чё давай сотку купим за 46 тысяч охренеть ребята за раз вот это все говно продаем 46 тысяч отдал за что у меня и так денег нет я и так бедный и так бедный человек смещу такие деньги дерут это ужас а а а а все понял все пошли а все теперь у нас зельки нормальные нормальные большие зельки так нам как так поговорить с черным хейлом давай осколки сюда отправлю их ли они раз уж старик тебя прислал отнеси мясо в деревню вон тот ящик всего один дело что тебя велят да помалкивай пусть довольствуется этим большинство из них все равно осталось недолго но они же все еще живы я что не ясно выразился неиспытываемое терпение в колозаре полно голодных ртов которые можно кормить мясо достанется им василенцы могут в любой момент прекратить свои мучения но продолжают цепляться за жизнь и расходовать драгоценные ресурсы неужели ничего нельзя сделать тех кого поглотил хаос уже не вернуть нужно думать о людях которые еще с нами из двух зол мы выбираем меньше такова жизнь в фейтоне все хватит разговоров бери ящик и марш в деревню понял тима сгущается эти голоса такие громкие да немного же тут видать хейл снова урезал пайки я что-нибудь придумаю может получится раздобыть еще немного мяса для общины давай спасибо тебе а где виоля это не тебя зовут да спутали с кем-то подожди у него здесь сестра которую тоже тьма уже окутала и при этом он ее не признает он стыдится ее или что то есть сюда отправляют в эту деревню вот община выселенцев сюда как я понял отправляют именно тех кого поглощает тьма и уже они не могут контролировать и сегодня завтра они превратятся вот и видимо его сестра это получается что ли который тоже превратится о чем это вы я ничего не слышал идемте нужно доложить кальдору что дело сделано распиши ему в красках какой вы бесценный помощник окей поговорить с кальдором почему он от нее это открестился как бы непонятно Виоль это не по мужицки а может она как бы не совсем как бы у вас сестра ну просто знаете как бы она его братом просто называет на самом деле они не брат с сестрой непонятно стало быть с работой в ревущем лесу трудностей не возникло хорошо в более спокойное время я бы отправил тебя туда на месяц-другой но обстоятельства изменились ты ведь герой на большой земле не так ли мне нужен кто-то с твоими навыками из логового ваконда прислали ворона с просьбой о помощи подробностей пока нет но действовать нужно прямо сейчас логового ваконды ничего себе даже я там ни разу не был ваконда это дух болот что обитает в фейтоне уже много поколений ее мясо у нас главный деликатес оно содержит вещества действующие как сильный антидот съешь кусочек так потом никакая зараза целый месяц не липнет а самое удивительное сколько мясу ваконды не бери ей хоть бы хны говорят если ей отрубить голову тут же новое отрастет сам я конечно не видел охота на ваконду дело опасное поэтому туда только самых лучших воинов отправляют если уж они просят помощи значит дело действительно серьезное ну пойдем ну это мы наверное уже в следующей серии будем на ваконду охотиться а в этой серии мы наверное все да уж время уже подходит к концу опять же длинные серии длинные серии никто не любит куда нам смысл колозар гниловодья гниловодья попасть алё в чем метки да нет опять через низ нам опять через лет через крематорий а метки опять нет почему вот и догадывайся вот недоработки до разработчиков а мы должны страдать нет куча я был поставить даже а я что заходил а мы опять сюда а логово ваконда вон сверху ладно в логово ваконда мы пойдем уже в следующей серии как бы не все зачистили получается да надо будет туда идти увидимся с того же следующей серии всем до встречи всем пока